Девушки отдыхают 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 И вот на эту телефонную линию практически, ну, я, наверное, скажу так, практически через день приходят жалобы от наших жителей по работе автобусного транспорта, понимаете? Поэтому у меня основания и убеждения в том, что некачественно исполняется услуга, есть. Фактура тоже есть. Почему в суде, судья, например, считает, что прерывание работы на несколько часов не является нарушением контракта, для меня это удивительно, но я с уважением отношусь к нашей судебной системе. Может быть, действительно это так, но это мнение судьи, да, вот у меня мнение, что это действительно основание для расторжения контракта. 16 января у нас в течение нескольких часов, там, 3 часа или сколько там с утра автобусный транспорт не обслуживал население. Это нарушение контракта. Почему мы должны работать с подрядчиком, который позволяет себе не выполнять условия контракта? Это не уважать себя, если бы я не подала, мы не подали документы на расторжение контракта, это просто было бы не уважение себя, что просто недопустимо. Так работать недопустимо. Первое, что вы должны быть, если у вас там проблемы финансовые, какие-то организационные, не можете вы договориться со своими коллегами, первое, что вы должны прийти, вы должны прийти тогда к мэру, если вы считаете, что он виноват, и сказать, что Галина, у нас вот такая-то вот проблема сложилась. Вот первое, второе, третье, пятое, десятое, давайте сядем и будем думать, что мы будем делать для наших жителей, не для нас, не для вас, Иршина, да, а для наших жителей, как мы выстроим эту схему. У меня был вариант, но не было такого посыла. Значит, история с маршрутчиками, она не закончена, она будет продолжаться до конца. Нет, нет, абсолютно. Следующий вопрос. Озон и автоспецтранс. Ну, боль моя. Автоспецтранс, конечно, это муниципальное предприятие, одно из немногих муниципальных предприятий, которое работало с достаточно хорошей прибылью и было очень перспективным. Но, к сожалению, летом, по-моему, летом 2013 года был заключен договор субподряда на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов. То есть, утилизация у нас осталась за автоспецтрансом, а, собственно, вывоз мусора уже за предприятием Озон. Мы предложили этому предприятию, когда поняли, что договор кабальный, и он действительно направлен, его заключение направлен на то, чтобы, ну, невозможно не уничтожить муниципальное предприятие, если оно работает с таким договором. Я знаю, что сейчас там ведутся разбирательства, уголовное дело возбуждено, но это как бы одна тема, да. Что здесь сложно, сложность в чем возникла? Очень сложно конфликтовать и выяснять отношения, когда разменной монетой являются жители. Вот в ситуации с городским транспортом, там как бы разные целевые, скажем так, группы, и, в принципе, там вот нет такого конфликта, который на себе бы почувствовали жители. Здесь, конечно, такой конфликт есть, поэтому мы постарались очень осторожно идти к моменту вот расторжения договора с Озоном. Мы пытались предложить дополнительное соглашение Озону, да, то есть при каких бы условиях автоспецтранс выживал, да. Я сама встречалась и с руководством Озона, и с автоспецтрансом, с работниками. То есть очень много мы переговоров провели, но, к сожалению, они ни к чему не привели. Значит, суд прошел первый по расторжению контракта и по взысканию Озона с автоспецтранса средств определенных. Там частично были удовлетворены требования Озона, значит, но некоторые суммы, все-таки, которые автоспецтранс отстаивал, что он не должен платить Озону эти суммы, мы отбили, скажем так, в суде. Вот. Сейчас Озон уведомил нас о том, что он постепенно уходит с определенных, скажем так, территорий от определенных контрагентов. Автоспецтранс, мы могли бы сразу одобрить ему сделку крупную, и он мог бы сразу поставить, например, контейнеры пластиковые. Но суд не завершен и договор не расторгнут, да, то есть предприятие Озон не расторгает на сегодняшний день договор, но там переговоры ведутся. Поэтому вот сделать опрометчивый какой-то шаг я, к сожалению, не могу. Я понимаю, что жители сейчас у нас мучаются. Мучаются, часто звонят, да, жалуются. Да, есть жалобы. Мы одобрили сделку автоспецтрансу, я думаю, что неделю через две появятся уже у него новые контейнеры, и будут они ставить на свои площадки контейнеры новые. Пока нужно немножко потерпеть. Мы, жители Петродоска, готовы потерпеть, пусть чуть-чуть, если это будет результат. Я надеюсь, что понимание есть. К сожалению, я думаю, что у многих терпение уже лопнуло, или все на последнем издыхании находятся. Это дороги, причем это тема, которая, ну, ничего хорошего сказать точно невозможно. Вы когда выезжаете, вот я просто примерно представляю, где вы живете, когда выезжаете с улицы Варламова, там же, вот уже сразу же начинается бомбежка. У меня мой близкий человек сказал мне, неужели ты не можешь заделать эту дырку в дороге на Варламова? Вы знаете, сколько людей говорят мне тоже самое? Да, и они говорят, это уже яма там ширшная, еще там что-то. Вы знаете, я не буду ее заделывать сейчас, мы ее будем заделать последней в этом году. Я сразу же приношу извинения перед своими соседями, то есть вот искренне я понимаю все переживания, мы пытаемся ее периодически подсыпать, то есть вот этой крошкой. Это хватает до первых дождей и так далее. Но мне совесть не позволяет сделать дорогу там, где я живу, до того, как у нас не будет сделана, например, улица Ключевая. А Ключевой мы приступим только в июле месяце. Есть центральные дороги в городе, которые в таком ужасном состоянии, нуждаются, к сожалению, но у нас нет возможности вывести сразу на все дороги, одномоментно технику, да, потому что выиграла одна подрядная организация, в 2013 году был объявлен аукцион, и она выиграла, у нее есть подрядчики, да, то есть ремонты дорог сейчас вы видите на улицах города идут, но они идут в соответствии с планом, который предоставлен был подрядной организацией, подрядной организацией из администрации. Ну тогда у меня возникает вопрос, что называется, Алла Верды, вот вы говорите, что не сделаю дорогу у себя, пока не сделаю дорогу на Ключевой. Точно так же говорят в республиканской власти, пока не сделаю дорогу на севере или там в Лагденпохе, я не буду делать Петрозаводск. Понимаете, вопрос в чем? Если мы сравним, например, дорогу на севере и в Петрозаводске, и нагрузку на эту дорогу, и ценность этой дороги для республики, ведь нужно все рассчитывать, да, то есть вот у меня уже все моменты, вот, например, не заключаем договор, я не переживаю по поводу того, что мы не заключаем договор, я считаю убытки города, понимаете? И здесь то же самое. Мы можем сделать дорогу на севере и посчитать, сколько по ней проходит транспорта, в течение какого периода времени и сколько республика на этом зарабатывает. И мы можем посчитать дорогу, например, ту же, там, в каком-то центральном районе города Петрозаводска, да, и посчитать, сколько по этой дороге проезжает ежедневно людей, которые в республику и в город приносят деньги, начиная с инвесторов, заканчивая теми, кто работает в Петрозаводске. Я уже молчу про то население, которое платит здесь за эту дорогу, транспортный налог. И я не хочу никакой конфронтации с республикой. Я еще раз говорю, что мое требование по поводу 50% дорожного фонда, это требование обоснованное, оно подкреплено цифрами. 40% населения Карелии сконцентрировано в Петрозаводске, это официально. Но мы же с вами понимаем, что есть еще неофициальные данные, потому сколько реально проживает человек в Петрозаводске. Это те люди, 40%, которые здесь платят транспортный налог, почему они получают всего 10% акцизов? Более того, я же не говорю о том, что нельзя идти ни на какие компромиссы. Давайте мы разработаем программу, но я хочу понимать, что будет с дорогами завтра. На встрече с муниципальными образованиями я задала и Харакозову, и Александру Петровичу Худеланину вопрос. Стратегия-то какая? Ну хорошо, в этом году до сих пор соглашение не подписано между республикой и городом. 200 миллионов до сих пор, те, которые у нас должны быть в этом году, и гарантийным письмом, и контракты, под которые заключены. То есть эти 200 миллионов до сих пор не подписаны, то есть соглашения нет. Вот буквально сейчас я к вам пришла, после планерки своей. Значит, соответственно, я им задала вопрос. Я уже, ладно, этот год мы как-нибудь там, надеюсь, что все-таки там придет позднее это соглашение. Все, контракты заключены, поэтому мы сделаем эти дороги. А следующий-то год что? А через год? Люди хотят, люди хотят видеть стратегию. Мне надо понимать, сколько будет в Петрозаводске денег на следующий год. Тех денег, которые, ну хорошо, это только транспортный налог, пусть он остается тогда в Петрозаводске, тот, который Петрозаводский городской округ. Но это копейки, это те деньги, которые ничего не сделают в Петрозаводске с дорогами. И не надо говорить, что мы не занимаемся там, например, гарантийными обязательствами, занимаемся и обследовали мы все дворовые территории, которые были там с 2012 года, с 2011 отремонтированы, все подрядчикам предписания написаны, все сделано. У нас обследованы все дороги автомобильные, которые были отремонтированы последние 6 лет. Мы с подрядчиками сейчас работаем, те, которые живые, да, те, которые не обанкротились там и существуют, чтобы они исправили это все. Более того, мы работаем с теми застройщиками, которые даже не обязаны делать дороги в городе Петрозаводске, но мы с ними ведем диалог, ну вот вы делаете здесь прилегающую зону, сделаете городскую часть. Они это делают. То есть работа ведется, но нужно понимать, чтобы ее планировать и чтобы население-то было спокойно, люди должны понимать, вот моя дорога в моем дворе, там, дворовая территория, она будет отремонтирована тогда-то. А это я смогу сказать только тогда, когда я буду понимать, ага, вот деньги, которые Петрозаводску принадлежат и которые будут на протяжении там, ближайших там 5 лет поступать. Ну конечно нет, такого понимания более того нет, не только у Петрозаводска. Такого понимания нет ни у кого из муниципальных образований в республике. Большое спасибо вам, что вы пришли. Спасибо. Да, я напоминаю нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях была мэр города Петрозаводска Лина Игоревна Шедшина. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин